Добрый день, портал Сурген. С нами Михаил Казадаев, это барабанщик, но из МС, Вася Обломова, Найка Борзова и радиочате. Я, может, кого-то еще забыла? Ну, в какое-то время, да, я играл со всеми этими артистами, со всеми этими группами. Все правильно. Ну, и кого-то забыли, естественно. Можно посмотреть на сайте у меня, если кого-то будет интересовать. Как вы совмещаете столько артистов? А я их не совмещаю, я по очереди со всеми работаю. Ну, с некоторыми иногда, конечно, получается совмещать, но, как правило, конечно, это определенный период, определенный артист. С кем больше всего понравилось работать? Ну, я надеюсь, еще... А, за прошедшее время, да, с кем понравилось работать. Ну, вот последние три года я работал с коллективом Нойз МС, и мне очень-очень-очень как раз понравилось с этим коллективом ездить. Так что, наверное, Нойз МС хочу отметить. Ну, у вас плотные концертные графики и нет времени, в принципе, на отдых. Почему? Есть. Если все планировать, все есть. А как давно вы поняли, что вы хотите заниматься музыкой? Музыкой или барабанами? Барабанами. Барабанами в 15 лет. Творчество каких групп повлияло на вас? Нирвана, Пантера, Майкл Джексон. Пусть будет вот эти три артиста. А можете ли вспомнить какой-то момент на концерте, либо очень ужасный, когда, возможно, аппаратура вышла из строя, либо очень хороший какой-то момент, вот яркий какой-то? Да, полно таких моментов и ярких, и каких-то казусных. Всякое бывает на концерте. Бывает, что и аппаратура отключается. Бывает, что народ как-то так себя ведет, что думает, что сейчас все голову оторвут. Всякое бывает. Как в таких стрессовых ситуациях справляться? В стрессовых ситуациях лучше играть на барабанах и не думать ни о чем. Какой бы вы совет дали молодым коллективам, которые хотят ударными заниматься именно? Молодым исполнителям, которые хотят на барабанах играть. Заниматься побольше, прежде всего. Сколько часов в день надо заниматься? Ну, хотя бы два-три, минимум. Как вам выставка сама? Громко. В том году было лучше? Не знаю, лучше или хуже, но было примерно так же, наверное, по громкости. Очень тяжело просто находиться в павильонах, когда все одновременно играют. Тяжело именно для ушей. Выставка хорошо, куча ребят знакомых. Много музыкантов. Ближайшие планы творческие? Ну, покорить мир. Какие же планы еще могут быть? Мы смотрим только вот самый максимум. Какие молодые коллективы, вот новые появившиеся, вам нравятся? Молодые, новые появившиеся, молодые, новые появившиеся. Да молодые что-то как-то мне не очень нравятся, честно говоря. Мне нравятся такие повзрослее коллективы, я думаю. Например? Сейчас из новых. Знаете, я что-то как-то не отслеживаю именно новые коллективы. Я могу сказать, что мне понравилось последнее, что я послушал Imagine Dragons пластинку. Ну, я бы не назвал это каким-то новым коллективом, да. Послушал Cool Shaker. Послушал. Сейчас еще скажу, что мне понравилось. А, Alabama Shakes на днях. Вот слушал новую пластинку. Очень круто. Ну, вот, наверное, как-то так. Вот из последнего, что очень понравилось. Планируете завтра еще прийти на выставку? Нет. Завтра у меня другие планы. Я вот за эти два дня, которые здесь провел, повидал всех, сделал все дела, которые нужно было. Так что завтра у меня выходной от выставки. С какими коллективами собираетесь сотрудничать в ближайшее время? В ближайшее время у меня намечены концерты с Александром Панайотовым. Есть какие-то сессионные работы. Но так как они пока еще не подтверждены, я, пожалуй, оставлю все это в тайне. Я поняла. Спасибо большое за интервью. Удачи вам.